Часик в радость, эфир сладость, дорогие хиканы! Ну что, сегодня 15 октября 2020 год, и сегодня хикану 30 лет, ребята. Я даже не верю, что этот день наступил, я до 20-ти-то не думал, что доживу. Но, ребята, сегодня я бы хотел вам рассказать, что я, хикан Алексей Марадонович, понял за эти 30 лет. Что же я понял, ребята? На самом деле, понял я очень много и очень страшно. Понял, я вот тут телефон буду подглядывать, прошу прощения, сегодня не выспался, почти не спал, поэтому буду подглядывать и, собственно, прогонять во всякие прогрессивные, разумистические телеги. Итак, дорогие друзья, что же я понял, что первое, так кратенько, кратенько, чтобы в мозге не совокуплять, деньги, ребята, решают все, абсолютно все, а кто так не думает, тот инфантил, или просто не сталкивался с какими-то бедами. Ну, вы же сами понимаете, вот, не дай бог, заболеете вы или кто-нибудь из ваших, не дай бог, родственников и близких, ну, вы понимаете, вас на шарик никто лечить не будет. Вот так, дорогие мои друзья, ну, я думаю, вы все это прекрасно понимаете. И затем вытекает, что самый страшный порог – это нищета. Это нищета. Объясняю, почему. Смотрите, ребята, отсюда еще много-много-много чего вытекает. На самом деле я просто так сумбурно все вот в голове все это раскидал. Но из-за нищеты, из-за нищеты бывают самые страшные пороки. То есть за копейки люди друг друга продают, предают, они завидуют, они все вот такие вот, скажут, блин, вот мы на заводе. У вас телефон. Ответьте, пожалуйста. Мы вместе на заводе 20 лет, а вот эта маня, она, я ненавижу. Ответьте, ответьте, ответьте. Вот, и поэтому нищета, нищета – это один из самых страшных пороков. Итак, идем дальше, идем дальше, дорогие мои друзья. Генетическая лотерея, безусловно, генетическая лотерея тоже очень многое решает. Ну, это, знаете ли, из разряда лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным. Вы это прекрасно знаете. Лучше быть там двухметровым каким-нибудь красавчиком Ален Делоном или Евгением Николаевичем Панасенком, актером, режиссером, вот, ученым. Чем какой-нибудь дешевкой, например. Ну, это все прекрасно, прописные истины. Поэтому, ну, вы же прекрасно понимаете, что там, и опять же, и у женского пола. Это все точно так же, что вот, там, красиво, девочек, там, проще куда-то там пробиться. Ну, все же это все прекрасно понимают. Генетическая лотерея тоже от этого никуда не сказать. Это не только в 30 лет все понимают. Это понимают еще от детского сада, а то и раньше. Вот, это очень страшно. И дальше вот я тут подсматриваю. Жизнь, ребята, она бессмысленна. Нет, жизнь осмысленна, ну, допустим, у каких-нибудь религиозных фанатиков, допустим. Или у каких-нибудь, что то же самое, там, каких-нибудь там, ну, не понял. Что-то люди звонят, звонят. Ну, мне там этот барак звонит, так сказать, по секретной линии вызывает меня. Или там какие-то деятели, которые одержимы чем-то, неважно, там, политикой, там, оккультными какими-то штуками. В общем, в принципе, это тоже из какого-то религиозного чувства. То есть у них есть какой-то смысл. А большинстве случаев в жизни нет смысла. Объясняю, ребята, вот сколько было. Давайте вспомним какие-нибудь европейские войны. Была семилетняя война, была тридцатилетняя война, была столетняя война. И в каждых из этих войн, вот сколько, оно поколение, это, по-моему, 20 лет, правильно? Представьте, раз, да что ж такое, раз поколение 20 лет, второе поколение 20 лет, третье поколение 20 лет, четвертое поколение, пятое. То есть пять поколений, это правнуки воевали с людьми, которых они даже не подозревали. И они даже о них не знали. И у всех у них были какие-то там свои мысли, свои какие-то мечты, они о чем-то там думали и прочее, и прочее. А вот, ребята, главный вопрос, вспомните хотя бы кого-нибудь одного. Вот ты помнишь кого-нибудь там столетняя война, тридцатилетняя война, семейная? Да не помнишь ты, потому что оно никому не надо. А эти люди, они умирали в страшных мучениях. И о них сидели, я хотел сказать, где-то там, неважно, там раньше окопов не было, ну, в смысле, там на холоде и прочее, они страдали, умирали. Все равно, и вам, и мне абсолютно. Вот и все, жизнь, наверное, бессмысленна, ребята. Ну, вот и все. Идем дальше, идем дальше. Вот, понял, ребята, что нелюбимая, нелюбимая работа, она убивает, она убивает не хуже пули. Вот, допустим, человек, человек, который занимается нелюбимым делом, он раньше умирает. У него... У него постоянный стресс. Вот, ну, я же вспоминаю эти свои, свое время работы в банке. Ну, ну, ребята, это же была каторга, такое ощущение, как будто я в тюрьме сидел. Ну, в самом-то деле. Вот, я сейчас занимаюсь любимым делом. И не сказать, что я там счастлив, но просто я менее несчастлив, чем, ну, когда я там работаю. А те, кто всю жизнь, всю жизнь посвящают работе, которые ненавидят, это же, это же, это же просто смертный грех, ребята. Это желаю вам найти себя и, что называется, своим делом заниматься. Вот, счастливый человек, кто, ну, свою работу превращает в, кто там сказал, высокооплачиваемое хобби или просто в какое-нибудь оплачиваемое хобби. Ну, вот. Кто-то звонит постоянно, не знаю. Так вот, по поводу здоровья, ребята, по поводу здоровья, ребята, что бы вы ни делали, берегите здоровье. Я вас прошу, я вас... Вот тут это самое главное, ребята. Вот, если меня там смотрит молодежь, знаете, спрашивают, хикан, а вот, что бы ты сказал себе, там, десятилетнему? А я бы сказал себе, дружище, никогда, никогда не пей, никогда не выпивай. Ну, в смысле, алкоголь, наркотики я никогда не употреблял, даже траву не курил. Вот. И те, кто смотрит меня помладше, ребята, никогда не пейте, ничего не употребляйте, потому что это убивает организм намного быстрее, оно того не стоит. Оно того, правда, не стоит. Я вам это авторитетно заявляю с высоты брут, и потом дальше просто будет не жизнь, а мучение, честное слово. Организм это человеческий, но он умирает настолько быстро, вы даже не представляете, как он быстро умирает. Да. Так, hello, hello. Здорово. Спасибо, Хикан. Спасибо, пока. 30 лет. Еще, еще плюс 36, и будешь как Владимир Путин. О-о-о-о. Вот, ребята, присоединяюсь к поздравлениям. Вот. Идем, идем дальше. Идем дальше. Не, неожиданно, если честно. Вот. Да-да-да-да-да. Вот, дальше я тут написал, что ты никому не нужен, и ты один. Запомни, дружище, ты один, ты один приходишь в этот мир. Знаете, как там жизнь, это затяжной прыжок из влагалища матери в могилу. К сожалению, это так. То есть, если там, как это будет сложная ситуация, тебе откажется и там, и жена какая-нибудь твоя, и подруга, и кто, если меня женщина смотрит, там, и твой мужик, и кто угодно. Ты один в этом мире, вот, ты никому не нужен, кроме, может, матери своей. Вот. И то, ну, не всякое, вот, я не знаю, мой пример не самый лучший, вы понимаете, ребята. Это, к сожалению, никому не нужен. Рождаемся мы одни, и уходим мы из этого. Как там, в жизни или смерти человек всегда один. Это очень грустно, ребята, на самом деле. Вот, но у меня смотрит просто такой контингент людей, которых, я надеюсь, что одиночество не пугает. Наоборот, есть такая штука, если ты теряешь одиночество, теряешь свободу. Вот, как салат наш был Джейсон Стетхем. Идем дальше. Идем дальше. Что еще написал? Да, вот, что я написал. Любви нет. Любви нет. И вот, да, как я тут дальше написал, как говорил Юра Марадона. Юра Марадона – это мой батя, который был футболистом. Он был футболистом, да. Но потом он пошел в армию и спился. Вот. Что? Любовь приходит, как он говорил? Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Мама, привет, если смотришь. Я помню, да, вот моя мать любила цитировать Юрию Марадону, моего батю. Это правда так, ребята. Это все, это все. Ну, ты думаешь, что все, она одна, она одна. Никогда ты не встретишь такую... А потом вот гормоналочка уходит, уходит, уходит. Ты забываешь, тебе больше не снится твоя женщина. И все. В голове просто стирается, стирается, стирается. Все эти... Хотя забыл слово сказать, но не, не, забыл, как называется. Не важно, не важно. Все, короче, в голове стирается, 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 заменяется на новую информацию. Вот и все, ребята. Это очень грустно. Это очень грустно. Ну, вот, и дальше тут написал, да, что для большинства ты просто, вот, как я тут отметил, тягловая скотинка. Когда ты потеряешь здоровье, тебя выкинут, найдут новую. Ну, да, ну, вот, когда кто-то занимается сексом, использует контрацептив. Ты же не вспоминаешь, вот, какой контрацептив у меня был, там, полтора года назад, какой он был цвета, какой он был, там, пупырышка, хребристый, или, там, еще какой-то, с каким запахом. Нет, это то же самое, ребята, надо это понимать. Это очень, это очень грустно, ну, тем не менее. Ну, вот, я написал, даже если ты проживешь с человеком 10 лет, а тебя забудут, а ты будешь всю жизнь один рефлексировать. На самом деле, очень часто так бывает, что, вот, там, какая-нибудь, там, подруга прожила с кем-то, там, ну, не важно, несколько лет, или, там, десяток лет, ну, переходит быстренько к другому, и я тебя забываю. А у меня вот кореш, он до сих пор один, он постоянно там мучается, вспоминает, что так и так, все дела. Ну, ничего, это, это проходит, ребята, это проходит. Все проходит, и это пройдет как с, опять же, Джейсон Стетхем с кольцом. Кольцо у него было такое, вот, дальше тоже хорошая вещь. Жизнь летит очень быстро, очень быстро. Ребята, ну, вот, когда мне было 13, или, там, 14, вот, я со своими корешами, мы дни считали, да, там, зимних каникул, да, осенних каникул, и вспоминали, и думали, что вот-вот, ну, на каникулах-то, мать, и это, и неделя, она длилась так долго, и я думал, что вот, уже пятница, и мы, и мы, вот то, что я сейчас скажу, естественно, осуждаем, и ждали пятницу, ходили пить пиво, там, все дела, ну, когда вот она, пятница, все это длилось так долго, так долго, ребята. Ты ждал эту пятницу, а потом, после 20 лет, дни, они бегут, 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 быстрее, 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 быстрее. И я сейчас, вот вчера был Новый год, вчера мне было 12 лет, потом 15, потом 18, а дальше я уже, я уже ничего не помню, а после этого ничего не было, после 20. Я ничего не помню, это настолько все быстро было. Даже не представляете, ребята. И, знаете, многие живут так, как будто они собираются прожить, как минимум, тысячу лет. Ребята, если вы в своем возрасте не успеете, там, чем-то насладиться, не знаю точно, это не наркотики, там, не дай бог, нам не алкажут, а просто какие-то эмоции, про что-то дальше. Это уже будет настолько все притуплено, дальше оно вам не надо будет. Поймите, запомните, тоже одно из главных, что чем старше становишься, тем уже на все становится по фиг, индифферентно становится тебе абсолютно, ну, все равно становится, что там происходит. Ничего тебя уже не радует, не ранит. Чем дальше ты, 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 ты больше внутри становишься мертвечи на это, и, к сожалению, все внутри отмирает. Это очень печально. Так что успей жить, успей, спеши, спеши, спеши. Так, вот, тут я тоже правильно отметил, что никому никогда доверять нельзя. Тебя продадут и придут за копейки. Это уже сказал, это все идет, вот, это разветвление от нищеты в основном. То есть, и опять же, тоже дальше там отметил, что дружба не существует. Но дружба существует, безусловно. Но какие должны быть условия? Что вы должны быть равны, то есть, у вас не должно быть мезальянса. То есть, кто-то там, условно говоря, сверх какой-нибудь стопарик-друг, а ты людмурик. И чтобы у вас не было там какой-то зависти, какой-то вражды, каких-то склок и прочее. Вот, если вы оба стопарики, если у вас равное положение, тогда безусловно, а если нет, то тебе продадут просто за мелочи, за какие-то копейки, ты даже не поймешь, зачем. Зачем человек это сделал? Это, ну вот, просто на каждом шагу сплошь и рядом. Это ужасно, ребята. Поэтому не доверяйте никому, вас предадут и продадут. Просто запомните, можете даже, я хотел сказать, татуировку, но не надо татуировку делать. Так, вот, да. Вот ты написал, человек – это всего лишь прямоходящая, млекопитающая, обезьяна разной степени агрессивности. Мы отличаемся всего лишь второй сигнальной системой и умением говорить, а тут нечего и добавить. Это так, просто некоторые воспринимают человека как какой-то там венец, творение и прочее. Это все на самом деле фигня. Мы такие же обезьяны. Мы всего лишь, ребята, обезьяны. И вы должны это помнить. Ну вот, и то, что жизнь – это каменный джунгли, выживать сильнейший, сильный, слабый. Если ты будешь слабым, тебя просто сожрут. Все это прекрасно понимают. Это прописная истина, которой можно было даже не говорить. Вот, дальше написал. Твоя жизнь ничего не стоит. Ну, так оно и есть. Он собьет тебя, не дай его, какой-нибудь там власть имущая. Ну, ты чёрт. Ещё наоборот, тебя заочно осудят то, что ты помял господину там вот этот бампер-капот, и твоя мамка будет выплачивать компенсацию. Ну, такой же сплошь и рядом вы это всё без меня прекрасно знаете. Вот, я написал ещё правильную вещь. Большинство людей относятся друг к другу потребительским. Как у Англии, у них друзей нет, есть только интересы. Ну, на самом деле, так есть у всех. Там любая просьба, любые какие-то движения исключительно, либо какие-то мутуалистические отношения взаимовыгодные. Либо, в общем, крайне заинтересованность. Не-не-не-не, крайне заинтересованность. Всё, ну да, влаживаемся, вкладываемся. И вот тоже очень важная вещь ребятам, что большинство людей никогда не взрослеет психически. То есть ты можешь стареть телом, но внутри ты всегда остаёшься тем же мальчиком или девочкой. То есть ты взрослеешь только телом, стареешь, умираешь. А внутри большинство – это всего лишь дети. И это всё тоже прекрасно понимаете. То есть люди, неважно, какие они там посты заняты и прочее, там сидят дети, всего лишь дети. И самое страшное, со своими комплексами, мой любимый, наверное, эпизод – это когда девочка, знакомая, но она уже не девочка, заняла должность HR, а к ней приходит другая подруга и, ну, на работу устраиваться. Ну вот, они вместе в одной школе учились, и вот эта девочка, которая приходила устраиваться, она в своё время, ну, не увела, ну, короче, Ваня Ерохин на эту девочку, которая пришла устраиваться, повёлся, а вот ту, которая HR-ом работает, он нахер послал. Вот. И та подруга, которая HR, не приняла эту на работу, ну, понимаете, потому что в школе там мальчик, там все дела на неё не смотрел. То есть представьте, сколько лет прошло, может, этого мальчика нет уже, может, он сбился или где-нибудь в канаве от туберкулеза помер. Ты серьёзно? Да, серьёзно. Ну, это страшно. Комплексы и детские страхи, к сожалению, они правят этим миром. Вот. И ещё, буду уже заканчивать, естественно, дальше можно дополнить, компьютерные игры – это основной таймкиллер. Но, ребята, но для определённых людей это спасение, компьютерные игры. Кто бы там что ни говорил, то, что они там провоцируют какие-то там, чего-то не провоцируют. Какая провокация? Ты сидишь дома, играешь, ты никому ничего плохого не делаешь. Вот. Я же говорю, если я был мелким, у меня был компьютер, я, может быть, и не бил бы никогда. Вот такие дела. Может быть, вырос нормальным человеком. Ладно, не будем об этом. Поэтому я ничего не вижу плохого в компьютерных играх. Я иногда даже порой вижу в них спасение. Так. А, и вот тоже я правильную вещь написал. Ну, опять же, может быть, для кого-то даже крамольную, что для некоторых людей армия может быть полезна. Только для некоторых людей. Потому что есть такие люди, которые, знаете, болтаются в строю, как клизма в заднице. И не могут найти себя в жизни. Человек пошёл в армию, а там думать не надо. Там за тебя командир думает, или лошадь у неё башка большая. То есть пришёл от забора до обеда, вот те формы. То есть всё, по уставу, всё, вот он устав. Ты знаешь, как жить. Всё, ничего тебе больше не надо в этой жизни. Вот и всё. Опять же, но это для некоторых, далеко не для всех. Вот тут я правильно написал. Секс переоценён, ребята. Он безумно переоценён. И чем старше ты становишься, тем больше ты это понимаешь. Что проще там с манией кулаковой и прочее. То, что это целый головняк. Думаешь, зачем ему надо? Потому что сейчас вот там куда-то там не туда засунешь. Там скажут, кто там изнасиловал, там угнетатель, там ещё там скверночлен, там ещё что-нибудь. Думаешь, не-не-не, лучше буду сидеть там и свою шкурку, так сказать, полировать. Ну вот, и финальное, что скажу, ребята, в нашем таком, натеют, меланхоличном, ой, меланхоличном нашем сегодня, меланхолическом таком пассаже, что главное, что вы должны запомнить, это после того, как вы поели гречу, тарелку надо сразу ставить в ванну, или, ой, в ванну, в раковину, залить водой или сразу пить, ребята. Вот так, вот так, дорогие друзья. Вот такое, значит, слово хикана будет на 15 октября 2020 года. Не знаю, ребята, сколько я ещё протяну, посмотрим. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни было поменьше предательств, чтобы вы хоть кому-нибудь были нужны, вот, чтобы вам везло, вы занимались любимым делом. Ребята, будьте счастливы. Я вас обнял и желаю вам всяческого благополучия, здоровья, добра и позитива. Берегите себя, подписывайтесь на канал и канал, донайте на с бабули на вещпакеты, заказывайте рекламу и сигны, не забывайте про колокольчик, тёмки-тёмки, лавки-лавки, покусики, и храните нас всех, Господь наш сварок. Чао, пока. Субтитры сделал DimaTorzok